Здравствуйте! О спорте интересно. Меня зовут Пётр Бутрим. Прямо сейчас про спорт расскажет о международном плавательном турнире «Брестский спринт», реконструкции футбольного поля Центра Олимпийского резерва, а также заключительном туре Чемпионата Беларуси по хоккею на траве. 10 минут начинают отсчёт. Осень – не самая богатая пора на соревнования для спортсменов высокого класса. Однако тем интереснее в это время наблюдать за теми, у кого ещё всё впереди. Будущие звёзды белорусского плавания свой талант шлифуют в условиях жёсткой конкуренции со сверстниками из-за рубежа. Такую возможность им предоставляет турнир «Брестский спринт». Когда-то это было обыкновенное первенство Центра Олимпийского резерва. Сегодня же его можно назвать одним из самых масштабных на Брестской воде. Здесь наравне с местными воспитанниками соревнуются и восходящие звёзды европейского плавания. Даша Устинова из Санкт-Петербурга совсем недавно покорила пьедестал юношеских Олимпийских игр в Нанкине. Сегодня она одна из самых многообещающих представительниц классического кроля. Приехали мы сюда раз третий, уже четвёртый, вот так соревнуемся. До этого выступала, была маленькая, поэтому выступала. Было очень интересно, были соперники. Сейчас приехали, у нас это как бы рабочий старт, надо простартоваться, надо пробить скорость. Поэтому между друг другом соревнуемся. Всё, конечно, интересно. Есть с кем соперничать. Участие в Брестском спринте воспитанников питерской школы «Комета» безусловно увеличило уровень конкуренции. Для них же Брестский ЦОР место не чуждое. В том числе и здесь на тренировочных сборах проходило становление лидеров этой команды. Многие из «Кометы» выросли в чемпионов России. К главному старту года наши гости готовятся и сейчас. И несмотря на то, что порой призовая тройка была оккупирована ими, польза турнира для тренеров очевидна. Давайте не забывать, что ваши ведущие плавчихи Горосемения и Хохлова, ну и еще ряд людей, они сейчас находятся на подготовке и не участвуют в этих соревнованиях. Потом начало сезона каждый проходит по-разному, и поэтому сегодня нельзя сравнить. Мы много внимания уделили спринту уже на данном этапе, но у нас пожестче в России требования к отборам и пожестче требования к текущим результатам. После открытия ЦОРа, вот именно эти ребята здесь начинали свои учебно-тренировочные сборы 2-3 года назад. И я вам могу сказать, что благодаря той проделанной работе, которую мы здесь сделали, мы сегодня имеем ту базу и пользуемся в дальнейшем нашей подготовке. Что касается старта, здесь в Бресте всегда старты организованы на высоком уровне. Брестский спринт можно назвать и большим смотром, ведь свои способности здесь продемонстрировали около четырех сотен юношей, юниоров и детей из всех стран соседок, а также Словакии. Широко, примерно на треть были представлены и местные пловцы. Равне с ними честь Брещины отстаивали и спортсмены из Пинска, Пружан и Барановичей. Возрастной диапазон здесь 8 лет, у каждого есть своя наградная группа, для каждого есть свои какие-то критерии отбора. Самое интересное, что программа этого турнира – это многоборье. То есть они будут несколько дистанций, и по сумме этих баллов мы определяем победителя. То есть халявщиков здесь не будет, нужно быть сильными во всех видах и способах плавания. Этот турнир важен тем, что он открывает новый сезон. К пику своей формы спортсмены должны подойти примерно к ноябрю. С этого момента и начнется череда главных испытаний. Основные наши соревнования – это где-то ноябрь-декабрь. В этих вот месяцах там много соревнований будет. И в Санкт-Петербурге, и вот тут вот, и в Пинске универсиада. Вот такие вот соревнования. Следующие в апреле, и потом уже в июле завершающие соревнования сезона. Двое из наших перспективных ребят – Миша Ларченко и Настя Шкурдай – победили в своих возрастных группах многоборья. А последняя даже выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Что удивительно, единственная в республике, кто это сделал в 11-летнем возрасте. Старым спортивным объектом новую жизнь. На базе Брестского центра Олимпийского резерва началась реконструкция футбольного поля. Больной вопрос, где же заниматься брестским футбольным талантом, вскоре должен решиться. Про спорт понаблюдал, как же преображается заброшенная площадка. Проблема условий для занятий футболом в Брестском Цоре стояла остро уже давно. Нагрузка, которая обрушилась на стадион «Юность», давно превысила все нормы эксплуатации покрытия. Организовать тренировки 700 футболистов на одной площадке нереально. Терпеть пришлось не один год. Но этим летом проблема сдвинулась с места. В июле начались работы по реконструкции поля на улице Высокой. Это будет поле самого последнего поколения. Его нам предоставляет голландская фирма-производитель футбольных полей. А это поле передано нам через программу «Хитрик» УИФА. И, соответственно, Белорусская ассоциация футбола распорядила поле на Брестской области. И мы его решили положить здесь, на стадионе, на улице Высокой. Помимо основного большого поля здесь же будет возведена и детская футбольная площадка с натуральным покрытием. Бюджет реконструкции спортивного объекта – порядка 5 миллиардов рублей, выделенных Брестским облсполкомом. Само же искусственное покрытие, предоставленное УИФА, будет уложено ближе к весне. Сейчас же идут многочисленные подготовительные работы. На данный момент ведутся работы по подготовке щебеночного основания для искусственного покрытия футбольного поля. Также ведутся работы по установке водоотводных лодков по периметру, чтобы потом вода могла уходить с территории поля. Вообще реконструкция стадиона, давно пришедшего в негодность, включает в себя целый комплекс строительных мероприятий. В порядок будет приведена вся территория, окружающая новую арену. Это будет замена забора, это будут мачты освещения, это будет небольшая трибунка. В общем, все будет уютно, комфортно и я думаю, что все, кто будет тренироваться на этом поле, будут получать удовольствие. По заверениям строителей, первый футбольный поединок на новеньком покрытии пройдет ближайшей весной. После этого события с нетерпением ждет и тренерский состав, и сотни воспитанников центра. Свои футбольные образования они наконец-то продолжат в благоприятных для тренировок условиях. Если стадион Брестского Цора после реконструкции только готовится принять у себя тренировки и матчи, то на арене Дубова Спорт в Барановичах они уже регулярно проходят. В минувшие выходные там состоялся заключительный тур чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Подробности в следующем материале. Пятый тур чемпионата Беларуси по хоккею на траве был доверен Барановичской арене Дубова Спорт. Неспроста здесь самые лучшие условия для того, чтобы сезон завершить на приятной ноте в горячей хоккейной атмосфере. И хотя тройка призеров была известна еще до стартового свистка первого матча, финишные баталии не разочаровали. В первый же день Минск крупно обыграл Викторию Исмалевичей 5-0. А вот в сражении призеров местного текстильщика Баргу и Ритмазота борьбы было хоть отбавляй. Правда верх в ней взяли более искушенные хоккеистки из Гродно 2-1. На второй день пятого тура в матче хозяек площадки против столичных хоккеисток верх взяли последнее со счетом 5-2. Несмотря на то, что даже на своем стадионе отобрать очки у лидеров подопечным Георгия Бельского так и не удалось, потенциал молодой команды виден даже неискушенному наблюдателю. Минимальное поражение от чемпиона, да и другие матчи команды из Барановичей в домашнем туре вселили надежду на возвращение чемпионских позиций не только у болельщиков, но и у главного тренера. Сезон, я считаю, можно записать в актив. Вот тот год, как поле сдано, и то, что мы поработали на нем вот этот сезон, оно сразу вот и медали вернули себе после двухлетнего перерыва. И чувствуется в плане тактики всего розыгрыша штрафных угловых, есть движение. Хоккей на траве развивается, это олимпийский вид спорта. У нас будущее, у нас есть хороший потенциал игроков. Федерация участвует в подготовке молодежи, ведет активную работу по поиску игроков в школах, в учебных заведениях. Если провести даже аналогию сравнения с Российской Федерацией, то на всей территории Российской Федерации только есть шесть действующих стадионов. У нас в республике на сегодняшний день, это уже, по-моему, седьмой такого уровня. Гродненский ритм «Азот», хоккейный клуб «Минск» и текстильщик «Баргу» именно в таком порядке выстроилась тройка команд медалистов. Напомним, что хоккеистки из Гродно в этом году победили еще и в национальном чемпионате по индор-хоккею, а также кубке европейских чемпионов в Италии. Я очень рада, что мы в очередной раз заняли первое место, с чем я всех-всех поздравляю, кто принимал хоть малейшее участие в этом завоевании кубка. Хотя мы и знали, что мы уже досрочно стали чемпионами, но все равно боролись до конца. Это показывает игры с Барановичами и с нашим основным соперником, с Минском, с которым мы сыграли со счетом 2-2. На церемонии закрытия чемпионата в Барановичах отдельные личные награды получили и лучшие игроки сезона. Это были главные события прошедшей недели. Увидимся на спортивных площадках Брещены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова